здравствуйте дорогие друзья без долгих предисловий я хочу сегодня представить моего гостя это главный врач клиники swiss beauty clinic врач дерматовенеролог косметолог федоров андрей александрович андрей александрович уже был на нашей передаче около года назад и мы говорили много об акне о связи заболеваний желудочно-кишечного тракта заболеваниями кожи и поскольку было очень много потом вопросов после передачи и отзывов мы решили сделать вторую часть которая посвящена будет больше диете тому чему мы едим и как это проявляется потом на коже интересно что сегодня утром когда я проснулась я нащупала у себя на лице прыщ и у меня невольно в голове появился смысл ой что же я такое вчера съела может быть это был кофе с молоком или что и стала вспоминать и и тут же возник в голове вопрос а действительно ли доказана эта связь между продуктами которые мы едим и кожными проявлениями есть ли она между продуктами и акне продуктами розация может быть продуктами и пигментации какими-то сосудистыми звездочками на лице и поэтому вот здравствуйте андрея александрович здравствуйте спасибо вам большое что пришли но это было не сложно здравствуйте дорогие слушатели что касается взаимосвязи между пищевыми какими-то интервенциями или образом стилем питания и кожными заболеваниями да здесь достаточно много мостиков с одной стороны перекинуто с другой стороны у нас есть мета анализы да есть большие обзоры в том числе больших исследований достаточно в большинстве случаев вот таких вот прям стопроцентных взаимодействий да как когда мы могли бы полностью победить какую-то кожную проблему не так много к сожалению да и слишком этот вопрос индивидуализирован то есть нету к сожалению шаблонной единой схемы когда мы могли бы сказать наверняка да меняешь стиль питания вот на такой увеличиваешь там не знаю потребление клетчатки уменьшаешь там не знаю продукты с высоким инсулиномическим индексом и будет тебе счастье и ты избавишься от того или иного состояния здесь довольно сложно об этом рассуждать к сожалению да при достаточно большом количестве случаев вот мы сегодня поговорим про розации про акне мы увидим что все-таки там слишком многофакторность велика этих заболеваний суммарно да из-за чего они начинаются и в ряде случаев это триггеры более мощные более доминантные нежели пищевое поведение поэтому мы можем пища пищевых интервенциях говорить есть определенные работы есть определенные патогенетические цепочки на которые в принципе можно так влиять с какими заболеваниями потому что ведь у большинства людей есть четкая связь что-то не то съел появилась сыпь что-то вот совершил погрешность там оливковое масло и вдруг там расширились звездочки сосудистые на лице вот есть как группа каких-то заболеваний которых четко может быть доказано или прослеживается какие есть безусловно доказано то есть если говорить про доказано есть у нас акне про который мы уже упомянули в активе безусловно из шести типов рецепторов которые влияют на сальную железу 3 относятся так или иначе к каким-то пищевым или около пищевым фактором мы сегодня покажем вот безусловно продукты с высоким инсулиномическим индексом который мы уже упомянули быстрые углеводы молочка могут тюкая эти рецепторы до обострять течение заболевания далее это нас это свободные жирные кислоты это такие вредные насыщенные жиры тоже могут влиять есть специальный тип рецепторов pprg но сегодня тоже их покажу вот и рецепторы к лептину лептин это вещество которое вырабатывается после приема пищи да и в общем-то страхует нас в том числе от того чтобы вокруг внутренних органов не запасалась до избыточные избыточные не депонировались до в виде жировых клеток вот энергия поэтому по сути своей когда происходит нарушение чувствительности к лептину но это тоже нужно определенным образом метаболизм загнать уже в угол на вот там это тоже можем видеть однако следует помнить что например при акне доминанта у нас является все-таки дегидротестостерон он является главным таким триггером главным индуктором главным запускающим фактором изменения работы сальной железы кроме того пациентам с акне в отличие от пациентов без акне им еще не сфартило более глобально то есть один может есть все что угодно и никаких прыщей сильно не испытает на лице да другое достаточно ему идеально питаться и все равно они периодически будут появляться в зависимости от фазы цикла и так далее да больше сдависит от гормонов акне гормоны это первое гормоны это первое то есть любом случае если мы видим позднее акне позднее это все что там 20 25 лет или в период менопаузы мы увидели акне мы однозначно в первую очередь нужен грамотный гинеколог эндокринолог который тонко посмотрит настройки соотношение мужских женских половых гормонов рамках референсов как работает система детоксикации там метаболита половых гормонов там в моче эстрогенов общем пощупает с разных сторон все это дело возможно добавит туда безусловно и факторы если он там подозревает метаболический синдром что-то еще да тогда пищевые факторы на более первый план конечно будут выходить да безусловно если у него есть нарушение у такого пациента чувствительности к инсулину или та же самая лептин резистентность там да вот и уже построит тактику интервенции изнутри это будет логичнее это если говорить про акне то есть мы отсекаем от более крупных моментов более мелким идем кроме того есть мета анализы исследований на предмет того а как пищевые интервенции вообще влияют на течение акне и здесь довольно есть неутешительные выводы что в среднем среднего этих исследованиях показано что нужно минимум около 60 дней чтобы понять оценить вообще данную пищевая интервенция да у кого-то это может быть быстрее мы не спорим есть это два месяца но да но в среднем нужно перестроить образ жизни и это наверное более актуально тем кто уже дошел до неприятных каких-то последствий своих пищевых излишеств и так сказать злоупотребления и прочего то есть заработал уже рассказываете сейчас там вот про акне и рецепторы я так вы очень так подробно и глубоко об этом рассказывать и но я для себя понимаю наверное что вот какие продукты вы говорите такие слова лептин инсулин что это наверное все-таки какие-то сладкие и жирные да да то есть комбо наилучшая комбо это сладкое плюс жирные то есть вот чтобы не было акна по идее лучше лучшая тактика это вообще голодать меньше есть меньше получать калорий ну такая фраза что съесть чтобы похудеть ну да что съесть чтобы не было акна ничего ну я бы так не сказал но безусловно на ты щечок ну выстроить здравую стратегию да в любом случае во первых посмотрите если у вас лично такая зависимость благо в этом есть возможность большая просто съел поглядел да нет раз за разом проанализировал то есть может чаще всего не анализируем да вот я выспала не выспала а здесь можно проанализировать этот момент быстрые углеводы натощак не лучший выбор то есть если хотим съесть что-то сладкое или сладко жирное да то лучше уж забить вот кривизну желудка и какими-то другими продуктами более полезными чтобы хотя бы не было такой скорости да скорости всасывания да то есть когда вот у нас пустой желудок и мы газировку например выпили или с утра пораньше да решили что за день сожжем поэтому утром с чаем схомячили там не знаю оставшийся с вечера кусок торта например плохая стратегия кроме того отмечено что повышенное потребление клетчатки ну как повышенное скорее нормальное да потому что мы недопотребляем связано с тем что лучше протекание акне отмечено да меньше высыпаний поэтому здесь тоже нарастить клетчатку в здоровых пропорциях почему бы и нет то есть как для всех заболеваний что сердечно-сосудистые что сахарный гиджет ожирение меньше сладкого жирного больше клетчатки конечно давайте мы углубились сейчас в акне мы должны перечислить да все другие заболевания да есть розация например состояние которому подвержены в первую очередь со светлым фототипом да товарищи раньше это заболевание даже называли болезнью кельтских приливов предполагая ну кельты они какие-то светлые я не очень представляю нам покажите как это выглядит потому что большинство наверное людей которые смотрят не очень понимают что как выглядит розация совершенно верно и очень часто приходят с розации не зная что это розация или много лет ну или достаточное количество думая что это просто вот какая-то некая особенность кожи хотя это могут быть проявления розацию самые классические благо она выглядит типично вот позвольте я покажу это давайте посмотрим на слайдах здесь я взял из интернетов варианты чтобы не было ко мне претензию пациентов пациентов много но вот просто типичные фото естественно но вот вот типичные проявления розации я такая краснота в области в первую очередь т-зоны затрагивается область носа и иногда опять же т-зона это область межброви вот область лба немного появляется краснота у кого-то она может проявляться на постоянной основе человек начинает замечать что у него очень четко очерчены например переорбитальная область она белая остальная область она красненькая это может выглядеть как просто такой приливы в ответ на физическую активность понервничал принял горячий душ и человек видит что у него загорелись например щеки запылали да вот именно триггерами могут быть какие-то вот физ нагрузка то есть то что расширяет сосуды контраст из горячего в холодное из холодного вошли наоборот в теплое помещение да с улицы например вот кто-то может видеть что начинает появляться в области щек в области носа единичные такие похожие на прыщики элементы но они не выдавливаются и существует неделями если не месяцами да иногда самопроизвольно проходя вот это вот неожиданность течения какой-то момент времени ничего нет утром проснулся все красные появились какие-то пупыри которые также спонтанно могут за день за два пройти то есть иногда у этих людей будет совершенно нормальная кожа иногда вот такая красная у кого-то да но краснота общая все равно будет присутствовать высыпание вот они могут носить такой странный характер до появились долго есть в отличие от прыща который появился и постепенно пропал да вот все разрешился каким-то образом здесь может неделями существовать такие элементы вот поэтому форма могут быть разные отдельные формы надо отметить есть еще так называемый переоральный дерматит когда вот в этой области в нижней трети лица появляются болючие глубокий элемент похожие на прыщи которые никогда не вскрываются и существуют неделями это тоже разновидность розации да то есть в основе розации лежит несколько другая история нежели при акне и она более печальная скажем так потому что акне вот кому-то тут конечно сфартило кому-то нет у кого-то есть акне у кого-то нет в принципе да там совокупность факторов играет очень важную роль но тем не менее по крайней мере вот часто отрегулировав тот же гормональный фон еще какие-то моменты можно взять ситуацию под контроль и закрыть вопрос розация это скажем так генетически сложившаяся данность кожи так к сожалению будет нарабатываться определенные факторы на коже и так будет она реагировать на определенные раздражители то есть это состояние условно на всю жизнь который нельзя остановить от при помощи отсечения какого-то фактора но действительно и тут пищевые моменты могут вносить дополнительную смуту вносить ухудшение в клиническое состояние то есть розации надо в первую очередь лечить во вторую очередь можно пищевыми интервенциями немножко регулировать а есть какие-то исследования на это да конечно доказано конечно конечно есть даже такие исследования когда где не только на многих людях проводились выборки да но и за некоторыми наблюдали десятилетиями то есть смотрели а что же там происходит поэтому исследования есть я их покажу я кое-что подобрал на этот счет вот довольно любопытно вот так же как и по акне есть тоже исследование есть большие работы на эту тему но сегодня мы меньше окна затронем да все таки мы о нем уже говорили но тем менее кроме того есть такие состояние как атопический дерматит сибарейный дерматит они тоже могут экзема псориаз да то есть туда пищевой фактор может вносить дополнительные коррективы во многом там тоже есть генетически детерминированная данность некая но тем не менее там это тоже может присутствовать поэтому списывать со счетов пищевые факторы наверное не приходится самонадеянно полагать что только изменив систему питания особенно на неделю на две мы что-то там подвинем все капитально вот видите заболевание заболеванию рознь и мы часто говорим в случае кожных болезней да скорее о состояниях кожи потому что розация вроде как и болезнь она и маркируется по мкб и прочее но от нее к счастью никто еще не помер да это скорее состояние кожи скорее некоторая особенность с которой можно прекрасно жить бороться побеждать и действительно находить например пищевые триггеры акне то же состояние которое как вот я уже озвучил требует в первую очередь анализа а что там у меня происходит с гормональным фоном грамотный гинеколог эндокринолог иногда может решить проблему отрезать ее просто как факт да дальше мы уже на это можем накладывать пищевые интервенции то же самое экзема сибарейный дерматит то что многолетний будет мучить конечно управление стрессом пищевыми привычками может давать хорошие результаты почему мы об этом говорим вообще о диетах потому что вот рабочая врачом гастроэнтерологом очень часто видишь пациентов которые приходят именно дерматологов именно с угревой сыпью или с той же самой розация которые говорят о том вам сначала надо решить проблему с желудочно-кишечным трактом а потом уже мы вас будем лечить то есть пока у вас желудочно-кишечный тракт больной то есть позиционируется так что вот это состояние кожи это последствия заболевания желудочно-кишечного тракта а мы гастроэнтерологи представление об этом большого не имеем то есть у нас ни в одном пособии ни в одной рекомендации не написано что с этим делать и где искать причин к большому сожалению на сегодняшний день и нету таких вот четких рекомендаций да и четких цепочек потому что да действительно есть определенная связь в виде кишечник кожи или мозг кишечник гипоталамгипезарная надпочечниковая ось кишечник кожи например действительно если человек будет голодать и долго не есть у него наверняка и кожа будет чистая получше и это почти все отмечают потому что обычно кто например берется какое-то время подсчитывать количество углеводов там быстрых в пище да и пытаться их максимально отсечь видят в двух направлениях если говорить о девушках да они чаще всего видят улучшение с точки зрения отеков состояние целлюлита отеки да безусловно так как инсулин подобный фактор роста 1 который в ответ на быстрые углеводы весьма себе вырабатывается он в том числе прекрасно до задерживать жидкость межклеточном пространстве там опосредует этот процесс тоже да и да станет меньше элементов но сказать что это уберет элементы полностью зачастую вообще нельзя если у человека тяжелая форма акне скорее всего он этого не увидит если у человека подростковые акне где априори есть определенный дисбаланс да ну во первых подростка заставить питаться идеально правильно это весьма утопично да и вообще стоит ли игра свечи так человеку жизнь портить когда в принципе может быть избыточное наслаждение это удел этого возраста да фактически это большой вопрос большой вопрос вот ну и помимо как бы легкой иронии да действительно по факту ну вот со стороны жкт можно покопаться но с акне такой вот тысячи процентной зависимости нет это скорее доп качественный чк посмотреть эти моменты но уже после того как гинеколог эндокринолог хороший да не на глазок типа все в порядке идите разобравшись разобравшись в референсах потому что повторюсь почти 90 процентов мне по моему то есть внутренним ощущениям здесь я говорю не объективно приходящих на прием с акне у них все с гормонами нормально глобально при этом покопавшись у большого процента у половины точно корректирует что-то их дают очень хорошие результаты быстрые результаты качественные и главное что это для здоровья в целом важный фактор да поэтому грамотный гинеколог эндокринолог гораздо первичнее при акне в то время как при розации мы увидим да есть определенные состояния со стороны жкт которые на больших выборках показывают если взять столько же людей без розации действительно у пациентов с розацией есть чаще предрасположенность там какая-то патология желудочно-кишечного возможно да она как дополнительный триггер работает давайте мы тогда поподробнее дозация вы нам расскажете хорошая идея да поэтому по сути своей вот говоря про розации нельзя не напомнить о том что есть генетика вот я тут слайды не буду полностью прочитывать да потому что это много времени займет вот по сути своей вот этот слайд говорит о чем о том что какая-то генетика явно есть генетически детерминированные факторы но в полной мере какая мы к сожалению не знаем вот знаем лишь что нарушен в первую очередь в коже наработка определенного антимикробного такого вещества который вырабатывается в ответ на чужачков которые в кожу приходят если да в верхний слой кожи проникает вот и начинает эти по иммуноглобулинам нет не совсем то есть это не относится к такой специфической иммунной системе это антимикробный пептид катлицидин то есть он по сути своей делает что он появляется на арене если замечены какие-то чужаки нарушает проницаемость клеточной стенки у этого чужака то есть просто гробит грубо говоря вот эту вот клетку чужеродную в общем такая у него функция проблема в том что у пациентов с розация этот как раз антимикробный вот этот пептид да он нарабатывается более активно чем у других это генетически так получается еще и сами клетки они на малейший раздражитель они у них настолько чувствительны что готовы выступить триггером для наработки вот этого вот антимикробного пептида то есть просто пациентам с розации грубо говоря не сфартило с этим вот генетическая данность дальше разворачивается воспалительная реакция то есть у них наоборот больше это да да то есть его вырабатывается больше дальше разворачивается воспалительная реакция расширяются сосуды вот я как раз о нем пару слов скажу вырабатываются определенные вещества расширяются сосуды это мельчайшие капилляры в верхнем слое кожи они и обладают очень такой нежный дохлый клеточной стенкой это расширение приводит к тому что эта стенка повреждается и сосуд навсегда остается расширенным то есть теперь он становится более заметным когда количество таких сосудов начинает накапливаться мы начинаем видеть красноту естественно факторы которые еще больше расширяют такие сосуды понервничал пробежался принял контрастный душ из холода в тепло зашел и прочее да то что то не то съел то что то не то съел совершенно верно выпил вот опять же что то не то ну алкоголь отнесем его в принципе к не тому да поэтому вот что то выпил и человек видит что у него на постоянной основе появляется эта краснота который усиливается под действием подобных фактов а скажите пожалуйста для кого это более характерно мужчины женщины подростки или уже в возрасте более характерно для женщин женщины страдают разации чаще чем мужчина по статистике безусловно естественно с возрастом процесс усугубляется то есть этот процесс который запускается и потихоньку развивается другое дело что у генетика видимо такова что этого каталицидина нарабатывается так много еще ряд факторов срабатывает что некоторые имеют и в 20 25 лет уже тяжелое течение розации которые им не дает покоя кто-то лет в 35-40 видит просто стойкую красноту да читает розация понимает что это розация смотрит страшные картинки что там все в каких-то от ренофима это когда нос разрастается до каких-то это снова мужчин происходит кстати это доминант у мужчин вот и до каких-то ужасных элементов как прыщи он начинает срочно бежать там к доктору или в аптеку или что-то да потому что полагает что не его сочтены со здоровой кожи и буквально через пару-тройку лет он будет обладать уже какой-то катастрофой на лице нет здесь мы должны понимать что это генетическая данность поэтому кому-то не повезло и кто-то в 25 лет уже 30 будет видеть всю красоту а если он этого не увидел к этому возрасту как такой рубежная отсечка то и в 40 50 у него будет похуже чем было но не так как у этих бедняк то есть надо вот это тоже очень четко понимать поэтому кому какая стадия этой розации досталось на роду выпало так сказать вот но то что у всех склонных крозация она разовьется это безусловный факт сосуды расширяются они теперь не способны сузиться там замедляется скорость кровотока и клетки которые раньше со свистом пролетали по этим сосудам мимо они говорят дай-ка тут остановлюсь пикничок себе устрою они пролезают через сосудистую стенку да и устраивают там дополнительное провоспаление поэтому дальше у таких пациентов все больше и большее количество факторов начинает вызывать обострение розации потому что течение этого процесса накапливается на ухудшается вот поэтому вот этот вот каталицидин я себе позволю здесь вот показать буквально да чуть чуть вот он появляется на арене у пациентов с разации он больше активен чем у без разации нарабатываются вот такие коротко цепочные его фрагменты которые вызывают три вещи первое они вызывают усиление наработки фактора роста эндотелия сосудов этот товарищ что делает от незрелых вот этих дурацких сосудов расширенных поврежденных он образует такие же дурацкие поврежденные сосуды новые то есть ухудшает течение вот этого компонента дальше на арене появляется провоспалительный интерлекин один этот парень как раз вызывает что воспаление дополнительные дополнительные сосуды расширения и вот то о чем мы говорили адгезия то есть прилипание клеток которые обладают провоспалительной такой функции да вот их прилипание к сосудистой стенке прохождение за пределы сосудов выхода их в кожу то есть фактически все ведет к тому что дело будет плохо кроме того ультрафиолет смотрите вот тут тоже несколько факторов чтобы не на одну пищу сейчас мы дойдем до пищи но не только на нее все это списывали при розации розация актуальна потому что ее много в популяции многие не знают что у них розации многие наоборот слишком пугаются что у них розации повторюсь да поэтому здесь вот ультрафиолет главное что можно рекомендовать такому человеку помимо обследований со стороны гастроэнтерологии сейчас мы посмотрим это может действительно влиять да но процесс неизбежен то есть гастроэнтерология нас не спасет если у вас розации видите в коже как нарабатывался этот каталицидин дурацкий так и будет фактически если у вас розации вам нужно делать две больших вещи первое следить за тем чтобы был в норме эпидермальный барьер проницаемость кожи вот это важный фактор да его нужно помнить потому что неадекватную увлажненность кожи нарушенный барьер даст что в эту кожу где и так сидят и ждут только как бы вот эти клетки как бы ополчиться да как бы наработать побольше вот этого антимикробного пептида каталицидина с поверхности кожи если кожа повреждена будет больше проникать продуктов жизнедеятельности грибков бактерий которые в норме там живут нужен крем какой-то ну нужно адекватную увлажненность если человек понимает что он умылся у него кожа стянута или он проводит по ней рукой а она как наждак до эпидермис дыбом встал беда значит нарушен эпидермальный барьер значит все эти продукты жизнедеятельности аллергены какие-то микроорганизмы все это будет проникать в кожу вызывая триггер обострение розации поэтому адекватная уже тут контроль со спецом наружных средств увлажнение это база и вторая база это ультрафиолетовое облучение вот как раз здесь мы можем это очень плохо это очень плохо это очень плохо смотрите я вот вернусь к предыдущему слайду потому что знаете почему я так удивляюсь потому что очень много людей с акне конечно же розации они почему-то уверены что они позабирают какой-то степени да в какой-то степени однозначно да мы говорим да ультрафиолетовому облучению определенным особенно его спектром при псориазе например при экземе там да но при розации смотрите какая неприятная штука происходит первое вот витамин d вот здесь мы видим да вот он желтым злодей он усиливает наработку каталицидином а под действием ультрафиолета он естественно в коже у ряда пациентов это вопрос опять же генетики кому-то загар не особо даст результативность да вот как в плане наработки витамина d но кому-то да витамин d будет усиливать наработку каталицидина дальше смотрите ультрафиолет в кожу вырабатывает свободные радикалы активной формы кислорода конечно вырабатывает еще как и активные формы кислорода тюкают у клеток определенные рецепторы которые усиливают наработку каталицидина опять дальше другой спектр ува который прекрасно проникает и через через стекло например оконные да поэтому тут тоже надо какие-то вот меры защиты предпринимать он усиливает что деградацию дермального матрикса то есть кожи уже более глубокого слоя там где находится коллаген поэтому если человек живет в каких-то южных широтах постоянно например работа связана с нахождением на солнце пусть он даже экранирован стеклом ему днем потребуется ультрафиолет в наших куцах по ультрафиолету широтах конечно от того что мы где-то за стеклом там получим небольшие дозировки ува вряд ли нас это погубит но тем не менее видите этот фактор тоже на что же тогда делать какие-то солнцезащитные средства конечно солнцезащита вторая важнейшая вещь найти комфортную для себя солнцезащиту то есть крем который будет солнцезащиты биби крем не важно может быть какая-то тональный крем зависимости чем вы пользуетесь да на повседневную основу чтобы хотя бы 25 присутствовал в периоды солнечных дней активных вот что еще делает смотрите ультрафиолетовый свет у вб спектр тоже злодей такой способствует наработки определенного фактора который усиливает сосудистые вот это вот как бы ответвление незрелых новых сосудов от вот этих пораженных сосудов да кроме того что еще происходит видите порочный круг формируется пациенты с разации подвергаются большему фото повреждению и одновременно избыток расширенных сосудов это что это поставщик хорошей кислорода в кожу тому больше да ультрафиолет влияет на этот кислород образуется что свободные радикалы поэтому у пациентов с разации им легче обгореть им легче получить солнечный ожог а с другой стороны вот эта активность свободных радикалов солнечный ожог ухудшит прогноз по течению разации то есть ультрафиолет для пациентов с разации это вообще ни разу и никак не благо при акне мы еще можем это определенным образом обсуждать и то не в полной мере у кого-то будет дичайшее обострение когда он вернется после интенсивной инсоляции по акне через месяц полтора и это тоже объяснимо если мы говорим там про экзема псориаз улучшится течение скорее всего на солнце да там это законно то при разации давайте об этом немножко позабудем а вот опять же вот поэтому по сути своей кроме того при разации вот я еще обращу внимание да демодекс живет себе такой парень и в норме но у пациентов с разации его наблюдается больше и поскольку у них вот все заточено на то чтобы воспалением да чуть что шарахнуть вот чуть по любому чужаку клещ тоже будет играть определенную роль но не сам клещ в нем живут сейчас считается определенные микроорганизмы вот на них так ополчается поэтому по сути уничтожать этого несчастного клеща тоже бессмысленно в чистом виде да это входит схема терапии но не более того клещ не виноват он просто попал вот замес можно выразиться да то есть он бедняга оказался в таких вот тяжелых условиях когда все вокруг очень агрессивно и для чего я это показал вот этот слайд по демодексу а ровно для того чтобы мы должны понимать что разация как видим это мультифакторная до история которая будет развиваться и протекать это состояние с которым мы пройдем через всю нашу жизнь независимо от желудочно-кишечного да но но желудочно-кишечный тракт может нам в этом сыграть недобрую так сказать службу да поэтому давайте посмотрим вот я вам кратенько это не полная схема я нарисовал патогенеза розации но смотрите какая она малоприятная да какая она большая и я еще тут не затронул там нейровоспаление еще кое-какие штуки вообще не трогал да даже близко эпидермальный барьер его нарушения тоже там вообще не трогал вот это я к тому что вот сюда вот пиндюрить жкт с позиции что сейчас мы чего-то там диетически ограничим у нас все пройдет мало реально но давайте все-таки посмотрим что там с этим жкт это вообще здорово что вы об этом сказали потому что все-таки вот обращаясь нас то больше смотрят наверное не дерматовенерологи а терапевты и гастроэнтерологи это будет для них такой фундаментальный под корень увидел такого прислали к тебе сказал иди обратно пошел вон мы теперь имеем полное право сказать назад этому дерматологу а вы проверили на клещ демодекс а вы ограничили ультрафиолетовое обучение тут не совсем да демодекс как бы он поскольку не при делах есть все равно это нужно сделать ну скажем так есть мы его все там найдем то есть есть исследования которые показывают что да у пациентов с розации его побольше если мы решили такое исследование провести нам важно посмотреть что там демодекс этот есть или нет если мы такое решение не приняли да в плане проведения исследований то черт бы с ним мы на него будем воздействовать но предполагаем что совокупность факторов просто демодексу не повезло бедняги его действительно там побольше у пациентов с розации с одной стороны с другой стороны клетки очень чувствительны вырабатывается этот католицидин мы будем на все эти факторы влиять и демодексу подберем и чувствительность клеточную понизим определенным способом да провоспалительные вещества при гасим дальше уберем избыток патологических сосудов при помощи аппаратных методик конечно не один фото терапия и пи эль бибель в совокупности да кому то мы назначим может быть микродозы системных ретиноидов все это мы сделаем да мы пищевой дневничок пусть все человек поведет мы ему сейчас вот и покажем и расскажем да какие факторы могут провоцировать пищевые розации могут есть такие исследования есть мета анализы мы сейчас увидим все вот я как знаете как александр григорьевич пришел и все четыре позиции я все принес в студию поэтому давайте мы сейчас это посмотрим да ну давайте теперь расскажем врачам гастроэнтерологам что они должны сделать таким пациентам но то есть но в любом случае розация это проблема дерматолога косметолога но не гастроэнтеролога то есть видите основные факторы подобрать этому несчастному пациенту адекватное увлажнение чтобы через эпидермальный барьер ничего к нему не прилетало да адекватную солнцезащиту которую будет комфортно не назначить от вот всем одинаковые да когда он кому-то это может быть как он как блин будет блестеть конечно он не будет пользоваться таким солнцезащитным средством а есть куча вариантов флюидных соответственно спреев каких только чего только нету кому-то может быть с тоном кому-то без тона да все пожалуйста то есть все уже за нас сделано вот только подбирай то есть поэтому гастроэнтеролога бедного мы оставим немного в покое но все-таки посмотрим да что же тут известно что определенные диетические компоненты могут действовать как спусковой крючок при розации связи с влиянием на сосудистый компонент однако интересное наблюдение показывающее ассоциацию тяжести течения розации с различными патологиями жкт как раз и диетическими интервенциями давайте посмотрим например исследование 50 тысяч пациентов с разация вот взяли их и посмотрели а что же там у них со стороны жкт да вот посмотрели болезнь крона неспецифический язвенный колит синдром избыточного бактериального роста целиакия срка язвенный болезнь желудка то есть много на что покрутили были статистически выше они по сравнению с контрольной группой вот в когортом исследовании 89 тысяч пациентов с разации был также обнаружен достоверно более высокий процент синдром раздраженного кишечника по сравнению с контрольной группой да при этом не все исследования подтверждают такую взаимосвязь да то есть вот есть поменьше исследования правда вот они ну где нет такой взаимосвязи однако при наличии у пациентов с разация жалоб со стороны жкт необходимо как минимум наверное проводить ну это уже гастроэнтерологом виднее да вот сибор язвенная болезнь желудка посмотреть на этот счет поинтересоваться если вы дерматвенеролог если вы косметолог да терапевт поинтересоваться а что там со стороны жкт нет ли у человека каких-то жалоб вздутие может быть метеоризм боли вообще язвенная болезнь как-то страдает не страдает давно ли проверял может быть наследственный анамнез да то есть вот эти вещи да интересно смысл пациента с разация все-таки комплексно похоже да отношении патологии желудочной кишечной тракты особенно если есть какие-то жалобы то есть но мы исходим из базы то есть любом случае когда мавр сделал свое дело в данном случае дерматвенеролог косметолог все назначил все расписал под нормализовал если у человека тяжелое течение разация если у него там какие-то несчастная легкая краснота на лице да которую начал замечать в виде такой сосудистой бабочки там и все ну убрал ее при помощи неодимого лазера или фототерапии и забыл через года полтора посмотрел убрал снова зачем его мучить да вот в принципе если нет жалоб только там уже конечно по показаниям с точки зрения общего состояния организма к чему этот вопрос потому что очень много например молодых девушек которые опять-таки приходят от врачей косметологов и дерматологов такой вот цепи у которых уже стоит диагноз разация и вот мы им пытаемся там что-то найти жалоб никаких нет но мы делаем гастроскопию колоноскопию насколько это оправдано по-моему не очень ну здесь я предоставлю это судить об этом в первую очередь гастроэнтерологом да потому что может то есть какой-то вот четкой связи что доказано абсолютно что разацию это например язвенный колит такого не к сожалению нет и победить ее через жкт не получается вот чем проблема то то есть в любом случае это доп поэтому это важный доп если у человека тяжелая форма разации тут надо что-то с этим делать надо что-то с этим делать опять же что часто например в дерматологической практике не делается не убираются патологически измененные вот эти вот расширенные сосуды не надо бояться что кожа останется без сосудов на один квадратный сантиметр у нас приходится такое количество сотен тысяч сосудов да что там мама не горюй от того что мы уберем вот эти патологически измененные мы только улучшим состояние микроциркуляции да вот по сути мы это уже поняли поэтому это хороший правильный алгоритм отправить человека который обладает аппаратными навыками аппаратных методик то есть это должен быть какой-то специальный аппарат лазер да который либо широкополосный свет да это фото терапия айпи лббл так называемые технологии либо неодимовый лазер это прекрасно может уже устранить часть проблемы это вообще доступная процедура или она есть только в москве она есть в любом городе в любом городе крупном по крайней мере в областном центре точно я об этом знаю потому что я прекрасно общаюсь с косметологами и с лекциями я был во всех областных центрах кроме двух вот что интересно и и не по разу да в среднем я в месяц совершаю четыре пять поездок по с лекциями по областным центром да вот как с рад с от с разными темами от разных компаний поэтому я общаюсь с коллегами я знаю чем я говорю поэтому в любом городе вы можете это найти сказать что это дешево нет это не дешево сказать что это очень дорого нет конкуренция высокая например в москве 10 ну максимум 15 тысяч вот все лицо проработка одна процедура раз там в две-три недели три-четыре процедуры вы закрыли вопрос это не дешево но если раскидать это по месяцам опять же можно делать и реже проблем не будет каждая процедура будет убирать часть сосудов да просто и все то есть она разаться можно вылечить вашими косметологическими зачастую да конечно же подобрав наружный уходовый момент подобрав лекарственные компоненты влияющие на те факторы которые я уже перечислил дам поэтому это более верный путь нежели сразу идти гастроэнтерологу гастроэнтерологу здесь мы идем в качестве дополнения чтобы не допустить провокации розации при тяжелых формах розации когда наружная терапия фото терапии или там неодимовый лазер не дают полной ремиссии и то там может пригодиться на предмет системных ретиноидов продукты какие то вот вы нам есть они доказаны андрей александр можно я минуточку обращусь к нашим зрителям если у вас возникают по ходу сейчас какие то вопросы вы их пожалуйста пишите и мы в конце передачи постараемся на них ответить да ну вот здесь еще тоже по сибор например есть исследование несколько их правда вот маленькие по выборке видите 60 пациентов и контрольная группа 40 человек посмотрели синдром избыточного бактериального роста у пациентов с розацией вон наш во сколько раз 13 кратно был выше есть и другое похожее исследование гораздо больше дальше полечили этот сибор вот и получили ремиссию во всех случаях есть другое исследование вот сегодня его не стал приводить там одних лечили вот у кого выявили сибор по факту а других лечили плацебо да вот как бы у тех кого лечили плацебо у тех розация не прошло а когда их пролечили у них тоже у большинства прошло розация вот то есть по сути свои поэтому жкт есть определенная связь но повторюсь если у вас легкая розоватость на щеках ну стоит ли сыр борго родить если у вас нет субъективных жалоб большой вопрос теперь по пище давайте-ка посмотрим диетические компоненты могут они здесь или нет влиять вот например привожу данные интересного опросника включавшего 1066 больных с розацией алкоголь в качестве триггера указали 52 процента респондентов видите ли алкоголь тут тоже вопрос генетики во многом да потому что у нас есть мы помним алкоголь до гидрогеназа такой фермент он перегоняет алкоголь этанол да в ацетальдегид ацетальдегид вызывает расширение сосудов вот идут я это показываю потому что образуется гистамин при нем ацетальдегид очень токсичный он вызывает похмелье как раз да красное лицо вот этот момент дальше у кого-то при помощи фермента ацетальдегид до гидрогеназы этот ацетальдегид перегоняется уже в безопасные соединения у кого-то конверсия этих двух цепочек идет быстро это как сказать потенциальный алкоголик для нас да почему на утром не испытает похмелье не было вот этого накопления ацетальдегида он будет медленно пьянеть у него хорошая конверсия да вот поэтому по сути своей такой человек да он ну потенциально да он ему легче стать алкоголиком тем у кого нарабатывается ацетальдегид и вторая фаза не работает первое это триггер для розации существенный второе это люди которые будут страдать тяжелым похмелем и так далее да то есть во всех отношениях вот такие вот в этом вопросе злоупотреблять алкоголем у них меньше будет внутреннего стимула я полагаю вот так сказать вот поэтому видите алкоголь да есть некоторое количество опросников я вот один из них привожу есть зависимость кроме того острая пища результаты разнятся но но вот смотрите например опрос 400 пациентов с разация 78 из них изменили свой рацион и при этом у 75 процентов в данной группе вот то есть изменили 78 из них 75 да наблюдали уменьшение обострения розации если острая пища исключить да это субъективно опять же то есть она действительно похоже есть такой момент то же самое капсицин вещество да вот влияет на определенные рецепторы поэтому вот запомним острая пища да то есть алкоголь как триггер мы набрасываем варианты это не значит что у вас будет так видите я вот с алкоголем привел цепочку генетическую да у кого как вообще и вообще у некоторых может просто мимо этот фактор проходить в зависимости от стадии розации это тоже будет важно до того какой механизм преобладает развитие розации поэтому мы не говорим о том что вот всех под одну гребенку но выстроить в голове вот эти факторы надо да поэтому алкоголь острая пища также запомнили что может влиять не буду сейчас гундеть почему далее вот опять же вот я еще здесь не пометил но глобально тоже по диете есть так называемые ванилоидные рецепторы они как можно понять из названия реагируют на вот ваниль ваниль содержащие компоненты пищеводе у нас пищеводе тоже есть капсоициновый и ванилоид конечно 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 они много где у нас присутствует потому что наверное тоже многослойные плоские эпители и там думаю что да это все вопрос из чего произошло этот или иной орган да или на ткань да вот данном случае конечно вот и вот если не вдаваться в детали продукты которые содержат их тоже вот которые на них влияют могут оказывать свое действие это например шоколад тот же самый да вот шоколад ваниль да могут такие реакции тоже быть считается кроме того вот интересный довольно фактор в качестве триггера кофе есть такое исследование когда собрали несколько тысяч пациентов с розации вот я вот тут не привел поэтому точную цифру не скажу уже просто понимал что не хватит времени наверное и 14 лет смотрели на предмет кофеина что же с ними будет вот кто пьет кто не пьет сколько пьет то есть 14 лет их прям вот долго мурыжили и выяснилось что те кто потреблял кофе у них даже улучшалось течение розации они при этом есть исследования маленькие и не такие долгие говорящие об обратном поэтому кофе соу соу но скорее даже в плюс вот интересный такой курьезный экспириенс да это о чем говорит надо за собой понаблюдать вот эти вот факторы перечисленные пищевые вы можете посмотреть а влияют они как-то или нет причем довольно быстро потому что розация все-таки заболевание склонное к обострениям и здесь мы можем быстро об этом судить то есть фактически это вопрос дней съел получил не получил исключил быстро мы получаем да 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 и последнее когда мы говорим про акне вот я открою вот этот вот момент вот этот слайд да смотрите вот 6 типов рецепторов которые абсолютно доказательно изучены могут влиять на работу сальной железы усиливать продукцию кожного мусала и таким образом у людей предрасположенных к акне и обращу внимание предрасположенных вызывать акне потому что если у меня нет предрасположенности к акне если недельку буду есть в этом который у нас там теперь называется как же он вот да как же он как же он так называется туда или соответственно поедать другие какие-то бургеры и прочее совершенно это не значит что у меня появится акне вместе с тем у другого человека которому не повезло генетически опять же иметь высокую чувствительность рецепторов сальных желез к изменениям микросреды иметь другие штаммы бактериальные да вот не сфартило человеку иметь высокую чувствительность к мужским половым гормонам сальной железы чуть что-то не то и у него будут акне да вот поэтому здесь вот три типа рецепторов я уже об этом говорил вот они влияют лептин инсулиноподобный фактор роста 1 но здесь отмечен только сахар да хотя это в принципе и молочка тоже естественно и опять же вот ppr g ppr гамма рецепторы это свободные жирные кислоты холестерин то есть жирная пища но видите вот кто отмечен у нас здесь таким солнцеподобным знаком или какой-то кляксой андрогены рецепторы дегидротестостерону доминирует поэтому случае с акне здесь зависимость уже намного ниже вот по крайней мере мы так вкратце разобрали эти ситуации поэтому жирная пища молочка быстрые углеводы посмотрите корреляцию с ними опять же я повторюсь что здесь корреляция может быть не стопроцентная мы просто говорим о том что да это возможно то же самое как когда мы говорим про желудочно-кишечный тракт можно увязать это с акне при определенных случаях определенным образом можно но есть первичные вопросы диагностики при розации если у вас тяжелые формы розации или есть субъективные жалобы ну конечно дорога лежит гастроэнтерологу но увы найти демодекс или попользоваться только кремом там до каким-то увлажняющим а или сходить гастроэнтерологу и начать что-то не есть да не факт что это уберет розации да тому же существующие уже сосуды обратно нормальными не станут потому что они повреждены и это навсегда понятно ну в общем если резюмировать то основной доктор здесь все-таки врач косметолог дерматолог но здесь да утянем одеяло на себя да вот еда да должна быть полезная с большим количеством растительных продуктов но постараться да и сладкого поменьше снизить инсулин резистентность лептин резистентность поэтому у кого-то это чистые беспищевые промежутки мы сегодня не говорили опять же о состоянии желчного пузыря тоже отдельные моменты могут присутствовать да там ну тот же синдром избыточного бактериального роста может быть ассоциирован да с желчекаменной болезнью это вам виднее то есть андрей александр да у нас осталось смотрите 10 минут и у меня к вам есть еще один важный вопрос мне кажется его интересно будет задать особенно для женщин которые нас слушают вот мы сегодня много говорили о продуктах питания а есть ли какие-то продукты для красоты кожи что съесть чтобы была красивая кожа чтобы она медленнее старела чтобы было меньше морщин да чтобы были пухлые губы меньше пигментных пятен есть у вас но понятно что птоз никак вы не победите поэтому это кому как на роду генетически написано да то есть здесь вопрос строение лицевой лицевых костей черепа морфотии постарения прочие вещи то есть мы оставим за кадром конечно мы говорим о внутренних первую очередь состояниях которые влияют на кожу они доминируют над любой пилюлька и добавка как бы не хотелось нам просто вставая с утра закинуть пару-тройку пилюлик да в себя и сказать что я для себя что-то хорошее сделал да все таки это каждодневный труд к сожалению да и мы говорим в первую очередь что влияет на визуальные составляющие внешности и кожи это инсулин резистентность то есть нарушение чувствительности к инсулину поэтому раз в год глюкоза гликированный гемоглобин инсулин вот эти вещи смотреть на святое дело должны быть в норме чтобы кожа была ну да да то есть нарушение метаболические синдромы и же с ним я уж не говорю сахарный диабет это прямая дорога к тому чтобы человек хуже выглядеть задерживать жидкость прочее в общем много нюансов потом женские половые гормоны поэтому с вступлением менопаузы вот тут может сильно качество кожи поменяться и в первую очередь страдает синтез коллагена это доказано даже у профессиональных спортсменок когда они вступают в менопаузу значительно больше разрывов растяжений то есть эластика остается прочность падает связочного аппарата в лице тоже самое ухудшается качество дермального матрикса это основа да это вот как бы качество кожи связочный аппарат связки хоть то немногое что держит наше лицо прикрепленным костям черепа тоже проблема большая дополнительная сухость может возникать ухудшение качества сальных желез работы да наоборот доминантность мужских половых гормонов с появлением поздних акне поэтому с наступлением в менопаузу грамотный гинеколог эндокринолог кто нас туда введет да мягко все скомпенсирует чтобы не было ни приливов ни по настроению прыжков не прочее это важнейшие вещи если говорить о каких-то добавках что в первую очередь может быть коллаген пищевой например например как-то помочь он может судя по всему помочь он точно не навредит потому по крайней мере вот за 2021 год за декабрь был большой мета-анализ который включил около 360 исследований с десятками тысяч людей выборкой до ни одного побочного эффекта то есть это уже про не навреди как минимум приятно да согласитесь кроме того есть исследования независимые на лабораторных крысах на свиньях когда вот этот вот коллаген пищевой метели радиоактивным метку ставили и смотрели где он потом засветится после того как там пару недель им откармливали достоверно в коже связочный аппарат мышечные сухожилия да он там наблюдался хорошо меня всегда этот вопрос интересовал это же все-таки крупная молекула как она для того чтобы всосаться и куда-то попасть ей же надо расщепиться она же не может всосаться в виде целиком коллаген она расщепляется на короткие пептиды и здесь вот как раз тоже был камень преткновения всегда вопрос всасывается ли в виде аминокислот коллаген тогда по сути без разницы зачем покупать дорогой коллаген когда можно покупать просто аминокислот или все-таки всасывается в виде небольших пептидных последовательностей на сегодняшний день доминирует точка зрения что всасываются именно пептидные последовательности есть исследование когда их вот эти пептиды измеряли в крови не берусь видеть как они это делали я не знаю да но измеряли и после приема у людей после приема коллагена достоверно их уровень повышался то есть похоже все-таки небольшие коротенькие пептидные вот эти вот последовательности да может быть это три пента гексапептиды то есть небольшие там опять же есть молекулярный вес обозначен в исследованиях который максимальный может сосаться всасывается поэтому судя по всему коллаген да достоверно доставляется адресно в виде небольших пептидов исход используется как субстрат и если говорить про исследование улучшалась текстура кожи визуально после приема пары тройки месяцев коллагена но это не точно потому что все исследования на эту тему на людях они кем-то аффилированы вот до этого я перечислял исследование независимые да а вот когда мы говорим о оценке результатов тут как правило какой-то на арене появляется конкретный коллаген который платил заказывал музыку но вот а ваше собственное какое то есть мнение на этот счет есть смысл пить коллаген да абсолютно да потому что мы банально часто недопотребляем белка все очень носятся с жирами там не дай бог чего-нибудь лишнего сладкого не съесть а зачастую на этом фоне и белок не доедают хаотично питаясь да поэтому почему бы и нет с этой точки зрения это хорошо то что он не дает побочных эффектов сто процентов тоже отлично для нас да не требует большой какой-то диагностической цепочки диагностики тоже хорошо и судя по всему улучшает качество кожи и так далее да единственно да и суставов то есть единственно что два-три месяца курс как минимум вот пить коллаген потом может перерыв два-три месяца и снова повтор по курсам нету методических рекомендаций утвержденных каких-то стопроцентных тут очень кто в лес кто по дрова но глобально да мы можем потреблять коллагена и быть уверенными что это может позитивно сказываться в том числе на увлажненности кожи как ни странно то есть на эпидермисе на верхнем его слое может сказываться дополнительно и при этом не принесет нам проблем поэтому наверное коллаген я выделил бы особо как такую субстанцию которую да прям вот точно хуже не сделаешь и похоже будет лучше а еще какие-то омега-3 витамины вот что вы омега-3 полиненасыщенный жирный кислоты здесь скорее мы говорим о том что можно посмотреть омега-индекс да и тогда решить нужно нам это или нужно анализ крови да анализ на соотношение омега-3 и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот да посмотреть вот эти вот факторы но сейчас я уже не буду эту мысль долго развивать вот судя по всему это может косвенно влиять на состояние верхнего слоя кожи на эпидермис на увлажненность этого самого эпидермиса вот но опять же выводов которые бы нам говорили о том что например можно таким образом вылечить псориаз экзему атопический дерматит однозначных нет но мы сейчас не про лечение а вот именно про красоту просто многие полагают что все-таки можно попробовать да у кого-то повторюсь будет потребность принимать например омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты у кого-то может быть такой потребности явно и нет в анализах все более менее в порядке какие-то исследования показывают что улучшается клиническая картина какие то что не улучшается больших мета анализов говорящих однозначно нам да в пользу омег нету поэтому это возможная субстанция учитывая перекос наш пищевой а может быть в качестве интервенции рассмотрена она да мы потому что потребляем насыщенные жиры там вредные жиры да но в первую очередь все равно главное это что пищевое разнообразие не скатываться в инсулинорезистентность отсутствие хаотичного пищевого поведения возможно если это показано чистые беспищевые промежутки не убирать полезные жиры из пищевого рациона надо чтобы и желчный пузырь стимулировался да занятие спортом неприятный факт потому что он тоже стимулирует в том числе работу со стороны желчного пузыря вообще считается что женщины чаще предрасположены особенно принимающие к желчекаменной болезни да принимающие оральные контрацептивы 35 лет вот около того 40 там 42 по моему году вот где-то вот этот диапазон ведущие неактивный образ жизни гиподинамии то есть такой классический офисный планктон да с легким избытком веса бачки бачками там брюшко вот это вот все да вот и особенно если они еще и контрацептивы например принимают то есть по сути свои поэтому вот и так по многим позициям да гораздо правильнее и надежнее вывести пищевые стратегии которые позволят быть в хорошем весе да не скатываться в какие-то проблемы которые породят массу других проблем помимо внешности чем уповать на какую-то одну пилючку то есть таблеток каких-то волшебных не существует ну а вот можно личный вопрос да вы так замечательно выглядит у вас такая красивая кожа ну я довольно молод мне оговорюсь мне сейчас будет 40 лет то есть по сути своей я и не должен выглядеть наверное как старик в при нынешних реалиях 40 лет можно выглядеть хорошо вы выглядите моложе да вот дайте нам вернее не дайте а расскажите что вы едите и как вы занимаетесь спортом спортом каждый должен заниматься просто в удовольствии в первую очередь да найти свое то есть глупо тут если ненавидишь какой-то циклический вид деятельности долгий да понятно что там не знаю бег или велосипед точно не для вас да это отвратительность будет занятие вот кто-то может быть кому-то нравится бить людей да идите в отличный вариант то есть идите там не обязательно же опять же получать по лицу выберите бжж то есть что-то вот бразильской джиу-джитсу например вот то есть как бы будете легко отправлять людей оппонентов спать вот то есть в любом случае ну то есть в свое свое получите свое главное если вы хотите хорошо выглядеть две большие вещи нужно делать первое держать вес толстый он выглядит неплохо то есть такая вот женщина такая крупная назовем это полная да ей непонятно сколько лет но она не выглядит хорошо при этом да то есть она выглядит просто как-то вот заморозилась но в каком-то таком варианте не всем это хорошо осанку никто же не любит держать осанку правда ведь вот вот держите осанку потому что тогда не будет вот этого всего второго подбородка вот этих всех вещей вес и осанка особенно если вам не повезло генетически если у вас нету достаточного выдвижения угла челюсти разворота она не как тазик и лицо не плоская а еще лучше заваленное с выдвижением нижней трети а вот такое обратное у нас же в основном такое доминирует узенький маленькая челюсть иногда закрытый подбородок здесь щечки вот такой вот вектор если в профиль посмотреть да все вы обречены поздравляю вас будет вниз движение брыли головогрудь это ваша история то есть так или иначе берегите себя держите вес держите осанку сохраняйте смотрите чем вы питаетесь найдите физическую активность которая будет вам хороша в домашних возможно условиях вы этим улучшите лимфодренаж опять будете свежее выглядеть поэтому по сути делать что-то такое прыгалки например хороший вариант да отжимания возможно ну вот такие вещи вот с легкой когда вот именно вибрационная еще прокачка лимфа существует динамическая если опять же вы склонны к задержке жидкости возьмите за правило возьмите за правило 3-4 раза в неделю проводить хотя бы 5-7 минут лимфодренажный массаж масса видео и прочее это будет да это будет вам помогать ну потому что тело это уж самому и сложные и хлопотные любой забросит нормальный человек да любой нормальчик забросит а лица можно вот вот наверное основные алгоритмика такая в общем мы говорили говорили целый час про еду и пришли в конце концов что надо меньше есть и больше бегать и прыгать сожалению да таков вот неутешительный прогноз и вывод поэтому можно опять же контролировать свои пищевые привычки поведением влиять на состояние различные со стороны заболеваний да есть определенные добавки которые могут нам подсобить да ну я еще во многом не говорили мы естественно да но глобально образ жизни образ жизни контроль веса ты 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 то что никто не любит делать вот понятно волшебных таблеток да ладно спасибо вам большое спасибо за очень интересный увлекательный такой сегодняшний день вечер 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 я надеюсь что мы еще с вами может быть встретимся и поговорим я думаю вопросов косметологии дерматологии очень интересных у да и массы и мифов и недосказанностью и знаете даже вот лето а как например пигменты избежать есть же внутрь прием определенных веществ которые профилактируют например пигментацию да мы хотели сегодня с вами об этом поговорить но не успею ну конечно всего не успеешь есть солнцезащитных средствах тоже вот если человек склонен к пигменту к стойкому ему нужно обратить внимание на четко определенные вещества которые часто не фигурируют в обычных фильтрах и будет ему счастье и будет ему счастье и куча вот таких нюансов которые остаются за кадром да потому что патологии не очень многих преследует к счастью кожные а вот проблемы визуального характера которые не отнесешь к болезням но которые отравляют жизнь их миллион и я опять же повторюсь ни в коем случае я конечно не навязываю никому какие-то скажем так вот страхи по поводу внешности появилась морщина беги к косметологу да черт бы с ней с морщиной но конечно я прекрасно понимаю и не осуждаю в первую очередь девушки следят за собой да человек который опрятно выглядит в том числе внешне да не только в плане одежды он производит более добротные впечатления такому человеку мне кажется в целом по жизни чуть легче он сам чувствует себя увереннее поэтому главное выглядите не как кто-то вам там говорит да реклама и прочее а чтобы вам было комфортно и вот здесь масса тем для разговора спасибо большое ну мы наверное уже будем прощаться до новых встреч мы наверное сделаем сейчас небольшой перерыв на лето а ближе к осени я буду вас ждать на своей передаче до свидания и и и Продолжение следует...